всем привет еще раз всех с новым годом и спасибо вам всем за поздравление я начала сначала отвечать потом думаю я ведь буду целый день всем писать и вас с праздником и вас всех поздравляю всем желаю крепкого здоровья и всего остального чего вы себе сами желаете одно из самых моих любимых видео категории видео это любимчики косметики любимчики из каждой категории и вы знаете я полтора часа полтора часа вот мы пришли мы гуляли полтора часа я сидела разбирала свою косметику и думаю вот это можно отнести к лучшей это можно к лучшей есть продукции которые мне нравятся но она у меня не вошла в лучшее я расскажу почему и я абсолютно понимаю что если я буду всю сейчас продукцию вам рассказывать все мейкап начиная с праймеров кончая там помадами понимаете все для глаз все для лица это будет бесконечное видео и может быстро надо есть поэтому я разобью на категории я сначала сделаю сегодня будет видео про все для лица включая тональники праймеры консилеры хайлайтеры бронзеры бронзаты и так далее потом мы с вами сделаем да тоже будет долго тоже будет долго готовьтесь а потом мы с вами сделаем отдельно глаза и и губы то еще хотелось сначала я начала делать лучшие три и лучшие три у меня не получается потому что но два тональника я не могу из них выбрать поэтому некоторые вещи из них я сделала 5 карандашей для глаз у меня получилось больше консилеров меньше вот так но я вам я вам все это по очереди покажу и так и объясню также два продукта которые мне очень нравится но у меня они не вошли и тоже расскажу тоже не два три где-то они мне очень нравится но в лучших они у меня не вошли потому что там кое-что не так итак начнем начнем с праймеров праймеры тоже башку сломала потому что например вот как герлан не войти в лучшие лучшие праймеры но я исходила из того и это чест по честному это из я исходила из того что же я делала в течение года и лучшими праймерами я считаю то что из того что что я использовала регулярно я включила 5 я очень люблю бальтери гиалуроновый праймер хилароник хилароник праймер здесь очень много всего хорошего что подготавливает кожу гиалуроновая кислота и также он обеспечивает очень хорошее держание держание тональника то есть функция прекрасная это так куда мне это все складывается сюда же потому что буду еще на английском один из моих самых любимых по моему это самый дорогой это сисли праймер он еще тогда в прошлом году до поднятия цены стоил 80 чем-то там или 90 фунтов они сейчас дороже по моему он абсолютно шикарно подготавливает кожу так же как и все остальные в общем-то и прекрасно держит косметику обожаю дремский здесь конечно гораздо больше это как бы бусто здесь гораздо больше функций не только не только праймер но он в принципе может просто вот в любой прекрасный день в отличие от остальных вот этих вот двух предыдущих просто можно нанести и идти если у вас относительно хорошей кожи и вам тональных не нужен или например тепло жарко летом вот можно просто вот эту вещь использовать всегда она у меня есть это у меня есть всегда дальше я очень люблю все-таки я очень люблю dior вообще вот этой серии backstage они сделали шикарную работу там там формулы все все прекрасно там за счет очень часто за счет упаковки самой packaging не использовали так например такой дорогой как например но я забегу вперед хайлайтер и вот эти или вот хайлайтер понимаете упаковка вот это гораздо дешевле что также оказывает влияние на цену вот но тем не менее вот backstage что foundation что вот этот праймер особо сильной большой разницы как бы с остальными продуктами я не вижу поэтому и он у меня вот сейчас почти уже пустой его должно уже закончить и все вот и мой один из самых любимых это шанель праймер база как бы ну база это удивительная штука вот сразу оказываешься на седьмом небе это шанель все-таки умеет делать все-таки они я бы поставила его наверное на одну как бы чашу с этим джим скин хотя здесь много других функций уже объяснил и так это праймер и дальше foundation сколько я времени провела пытаясь выбрать посмотреть и быть объективны чтобы быть объективной я выбрала 5 5 показать на мой взгляд лучших которые я использовала в этом году сразу сделаю оговорку я считаю всегда что одна из лучших один из лучших тональников это потерей гиалуроновые гиалуроновые кислоты как называется хилароник хайдра здесь spf 30 у меня он был в категории вошел в первый лучшие новый и я его пока еще не не трогала потому что я его как бы но не хочу пока еще пока мне остальные надо закончить но он у меня без сомнений войдет там в пятерку десятку или в какую даже в тройку может быть лучших когда я снова начну им пользоваться но это я просто хотела вам сделать как бы оговорку и вот с этим праймером вот этим праймером вообще это шикарный дуэт и дуэт дуэт чудесный и так это я просто упомянула поэтому он у меня не вошел сюда потому что в этом году я им так мало пользовалась из foundation я думаю вы знаете спора нет что шанель все всегда все тональники у них чудесные я очень люблю свой сублимаш вот этот хотя он мне лучше зимнее время потому что он более как бы насыщенный продукцией и и для меня это конечно но оказывает оказывает как бы влияние на то как кожа выглядит и он им у меня все-таки немножечко становится блестящим чуть-чуть в зимнее в зимнее время лучше мне это шанель сублимаш но вообще вот каждый день мой очень я очень его люблю это шанель лебеш и здесь у меня цвет другой вы может быть собрать или внимание здесь вот этот немножечко он так потемнее это 42 био это 22 био bbr по-русски я очень люблю свой вы видите как я его люблю он у меня уже почти вот видите есть это форекс кинглау а я видела обзор какой-то говорили что вот форева был такой сияющий весь а потом сделали скинглоу и никакого глоу нет я с этим не согласна потому что когда просто был форева диоровский раньше много лет назад это был просто матовый такой тональный а сейчас скинглоу у них было было дио 100 они это сняли и они вот перемешали вот эти два и вот этот остался этот стал как бы смесью двоих то есть они взяли лучше я считаю что вот это один из действительно лучших тональников он мне всегда идет он хорошо держится он прекрасно держится как твоя твоя кожа я получаю комплименты хотя в принципе комплименты я получаю с и шанелью тоже и вот этот нарс должна я упомянуть нарс отличный тональник я его купила по вслепую я его даже не пробовала не как не примеряла к себе как так сказать по рекомендациям прекрасная и и то что вот нужно сияние это что нужно такой знаете шелковистость такая кожа покрытие хорошее все все вот вот все правильно в этом тональнике он отличный этот нарс и еще я должна упомянуть то что я действительно с очень большим удовольствием пользовалась в принципе я пользовалась очень много вот этим вот он меня прийти как уже на дне это шанты кай шанты кай этот цвет ванил у меня вот шанты кай вот такой вот в баночке как же они называются то если у него есть какое-то особое название фьючер скин вот фьючер скин а оттенок у меня ванила прекрасный чудесный тональник относительно для шанты кай для бренда он стоил не так дорого я его покупал когда же покупал то меньше год назад он стоил по моему 70 что ли фунтов это в общем-то для шанты кай это очень недорого считается прекрасная формула все вот вот все как надо чем-то похож на сублимаш может быть он меньше меньше здесь как бы получается glow вот на самом деле прекрасная прекрасная вещь так это тональники теперь консилеры корректоры я особо сильно не использую поэтому я вообще эту категорию не делаю но корректоры по по качеству самые лучшие я считаю вот у любви и мне очень нравится бобби браун бобби браун у меня три штуки по моему есть но любви вообще вот это все очень хорошо здесь есть кремовость такая но она густая такая но про а фондейшн я должна вот что упомянуть любви по формуле вообще по моему не превзойденные тональники они мне нравится больше чем сублимаш они мне нравятся также как наверное престиж престиж я выбросила уже бутылка на старую мне было там немножко у меня осталось тональника почему мне плести почему престиж вот здесь я его упоминаю здесь как бы вот новый в этом куша в кушоне хотя формула формула изумительная то же самое вот я как не думаю я думаю наверное вот престиж и для при ли по формуле идут как бы вместе я не могу сказать как какой из них мне нравится больше потому что они действительно и и тот и другой прекрасные но у них плохой выбор цвета оттенков тона то есть же оттенок и тон да то есть есть тон например может быть посветлее потемнее оттенок может быть теплый там или прохладный или какой вот здесь нет я так и не нашла поэтому у меня два вот этих это делать такой знаете надоедливый мне нужно очень соблюдать пропорции вот этот у меня 10 а это какой-то 30 какой-то 20 там слишком такой желтоватый и и для того чтобы правильную пропорцию получить я должна брать три части или 2 где-то две с половиной части вот этого и одну часть вот этого и это все методом как бы смешивание вот на палетке у меня мы мне это не нравится почему они не могут вот как шала силбери там чуть ли не 40 оттенков понимаете для всех причем для при ли не то чтобы меняет сильно волнует но если бы я была например потемнее дает потемнокожие вот или там другой другой раз и скажем так здесь этого нет у них они в общем то не рассчитаны на другие расы скажем так поэтому вот хотелось бы конечно чтобы вот это было учтено и чтобы было легче подобрать сделать просто больше больше разных оттенков и не бояться что люди не будут покупать люди начнут покупать когда у вас будут правильные оттенки вот из-за этого они у меня не вошли в категорию лучших именно только из-за того что по цвету у меня получается вот такая вот канитель то же самое диор престиж только с девочками вот позавчера что ли когда я ходила в пятницу я бегала опять до или в субботу субботу именно разговаривали об этом и она сказала тоже то же самое мне игры я так и не могу подобрать диор престиж у меня вот это был вот этот кончается он уже ушел на то меня 12 012 номер хотя он мне нужно вообще примерно 22 может быть или 30 си а курс и они делают курс вот со единственное они делают курс это для такой прохладный розоватый до оттенок не тон а оттенок только первого тона только самого светлого тона и и то есть у человека у которого может быть немножечко чуть-чуть посмуглее кожи то есть у меня она не 1 далеко потому что если я 1 я сейчас вам покажу вот это 12 не так далеко от 1 а вот он видите насколько он светлее может быть так не очень хорошо видно почти кончается вы видите я увидим покупала зимой поэтому как бы у меня это было но качество качество непревзойденное действительно вот это и для при рее я даже не знаю какой какой медник больше нравится может быть лепререй не знаю может быть лепререй но по цветам тоже или прилив хоть как как-то каких-то по моему то ли 11 12 оттенков только они вот в мой не попадают чтобы был например 20 там или 30 кул прохладный то есть есть люди которые загорают в эту загар есть даже допустим меня за газа загар все равно получается слегка розоватый потому что у меня такая кожа вот он у меня не получается желтый из-за этого я кстати решила не покупать вот этот шанелевский крем потому что он все-таки желтоватый и тот и другой даже тот чуть-чуть прохладнее но он все равно не стоит этого вот может быть он и стоит качество там хороший но мне не стоит это покупать если у меня не будет стопроцентной вот радости из-за из-за цвета так вот вот эти два у меня не вошли в тональники лучше исключительно из ограниченного выбора по цвету по тону и оттенку оттенку как больше всего ну что консилеры консилеры я различаю консилеры я вам сейчас покажу и вот то что у меня вошли в консилеры консилеры и вот эти флаж как бы иллюминаторы и иллюминизеры да кто что делает как бы кожу люминесцентный отража с отражателем света а вот это у меня это консилер значит консилеры прежде всего не так давно уже во второй половине года я стала пользоваться шала тилбери как его называют рейдинг консила рейдинг консила очень хорош консилер прекрасно соблюдает выполняйте свои функции хорошо держится не скатывается у нее хороший хороший у нее бренд все-таки молодец она правильно это все сделано также очень хороший функциональный консилер и нарс где же он у меня вот нарс на палочки на этой вот прекрасно в сумку куда-то там бросить это чудесно все делает все правильно на места ставит сразу то же самое б минерал с я его купила потому что я куда-то ехала и я забыла наш свой дома и я вот купила этот в аэропорту а теперь б минерус и клэ депо клэ депо лучшего качества чем эти 2 0 цена там слава богу чуть ли не в три раза или два раза точно выше но из всех консилеров у меня победитель все таки вот этот сублимаш он я уже про него сто раз говорила цена высокая 85 фунтов я его покупала правда в аэропорту получилось дешевле там сколько-то у меня 70 что ли но знаете это надолго можно в принципе всего вот его один иметь можно один его иметь и все и ничего не надо он удивительный он чудесный он замечательный он держится он не скатывается он наверняка здесь отражающий свет частички есть потому что выглядит сразу проснувшимся лицо вот все как-то уходит вся беда сразу куда-то вот поэтому чем иметь например три четыре вот этих ключа и клэ депо хорош консилер ничего не скажу удобно с собой возить это неудобно возить и вот я про это не перестану судить пока они не переделают его конечно они должны были делать в этом в помпе стыжусь признаться консилер который я сдул тогда купила ну как здорово не было сгорелая кожа на канарах в этом году я им еще пока не пользовалась потому что он пользовался чуть-чуть вот мак пока ничего не могу сказать хороший хорошего то что я пользовалась я помню но в победитель он у меня не вошел просто потому что я им долго не пользу не пользовалась как бы но в течение года так и сейчас я вам расскажу про я сделаю отдельное видео потому что я не хочу чтобы видео были долл дольше чем 20 минут и сейчас я на этом закруглюсь и мы с вами посмотрим а вот вот эти вот я расскажу и все как хайлайт не хайлайтеры они как бы пусты или именно иллюмина иллюмина здесь значит одинаково отличные и и самара вот этот тушик ли с чего и пошло все вы знаете да когда терий байк терий работала а если лорана она изобрела вот эту штуку уже 25 сейчас в этом году наверно уже 26 или 27 лет сколько лет назад это все произошло она была создателем вот этого вот этой штуки с кисточкой и потом все остальные бренды последовали точно так же прекрасный вот это герлан я уже весь весь закончила почти он у меня уже почти уже тут ничего нет герлан праша слайд праша слайд драгоценный свет праша слайд одинаковая очень хороший вот этот кле депо прекрасная вещь тоже он вообще идет как корректор но может быть так и есть но у него тоже по моему есть отражающий свет частички здесь хорошая удобная такая кисточка плоская плоская и такая широкенькая видите вот и тоже хороший я очень-очень любила использовать вот этот байтерий у него ведь у него какая кисточка такой толстенькой хорошо удобно им он и свет отражает он у меня один из самых любимых скорее всего то есть они все вот остальные хорошие как вот рядом я их сравниваю и сен-лоран также продолжает быть одним из самых лучших наверное но но если бы у меня была пара победителей я вам скажу это был бы сесли вот этот тоже как он как консилер у него очень хорошая такая ватка такая толстенькая очень хорошо тут и диор диор у меня вот коробочки потому что я его купила пока еще не пользовалась не открывала вот этот диор диор флаж люминаза вот он у меня я считаю все равно он самый лучший он наверное все таки у меня в победители выйдет вот он вот но из тех шести вот если шести выбирать он сисли и байтери вот вот эти у меня они лучше чем чем другие даже лучше чем на мой взгляд на мой взгляд даже лучше чем и сен-лоран и так я на этом сейчас закруглюсь просто я вас жалею так сказать чтобы вы не засиживали чтобы вас ноги не затекали и глаза не закатывались не закрывались вот и я сделаю отдельную категорию у меня будет все хайлайтер и бронзатый и румяна а еще и для для контура все то есть такая более декоративная это было то что все скрывает а это то что все украшает будет у нас а потом я сделаю отдельно для глаз и наверное сделаю отдельно помаду то есть будет несколько несколько у меня целой серии будет моя любимая продукция сейчас я сделаю то же самое на английском и пока прощаюсь до следующего раза пока